Говядину торнадо Говядину торнадо Сыровялины бекон Нам необходимо выложить На доску Ровными полосками Затем наши Медальоны из торнадо Нам необходимо завернуть в бекон плотно Чтобы получились Своего рода такие пенечки Медальон называется Это на профессиональном сленге. Говядину можно жарить четырьмя способами. Это с кровью, без крови, с розовым соком и просто well done. Это чистое прожаренное мясо. Средняя профессиональная прожарка – это medium well. Это розовый сок, розовое мясо. Поэтому если слегка есть розовый сок в мясе, это хорошо, это даже лучше. Потому что отдается, конечно же, такая прожарка лучше приветствуется, больше. Также затем нам будет необходимо обжарить потом бекон, чтобы он запаковался. Когда мы его будем обжаривать дальше в конвекционной печи, он может развернуться. Чтобы такого не произошло, нам нужно дать небольшую корочку, чтобы он склеился. Также в этом блюде фигурирует соус песто. Соус песто – это распространенный французский соус. Он делается из базилика, кедрового ореха и растительного масла. Все это взбивается один к одному зелень с орехом. Все это взбивается маслом два к одному. Говядину нам необходимо обжарить. На раскаленную сковороду без масла ложим именно тем самым концом, где мы ее сложили. Говядина зажаривается у нас в конвекционной печи в среднем 10 минут при температуре 180-190 градусов. Все, мы ее отправляем готовиться, ждем результата. Обязательный такой момент, чтобы говядина не была сухая, можно положить кусочек сливочного масла на него. Это важно. По маслу вы сможете увидеть, когда говядина готова. Если масло полностью растаяло, значит уже пора доставать. Мы приступаем с вами готовить соус, который нам будет необходим для того, чтобы залить под подложкой пространство и сверху для лекарации полить само мясо. Необходим лук. Лук будет нарезаться мелко. Называется нарезка крошка. Хорнишон режется тоже очень мелко, потому что это у нас будет соус. Говядина торнадо – это чисто европейское, американское блюдо. Поэтому ждут ингредиенты, хорошие должны быть. Также мы раздавливаем туда чеснок. Чеснок резать не надо, чеснок надо просто раздавить. Когда лук станет золотистым, все мы это зальем соусом демигляс. Соус демигляс вываривается у нас 38 часов. Это один из лучших и основа любой европейской кухни. Обжаренные кости с овощами мы варим на мелком огне длительное время. Также в соус нам необходимо будет добавить коньяк. И пожечь. Для того, чтобы пары с коньяка выпарились. Томат нам надо слегка бланшировать. Поэтому с этой целью мы опускаем к мясу его в конвекционную печь. Конечно, чуть попозже, потому что мясо готовится у нас 10-12 минут. А томат нам нужно всего 2-3 минуты постоять, чтобы у него шкурка маленечко отошла. Наше мясо уже подошло. Пока мы делаем соус и нагреваем тарелочку. Тарелка нагревается для того, чтобы, когда уходит в зал, чтобы блюдо оставалось пикантным и горячим. Тарелочку мы нагреваем градусов до 45-50. Наш приготовленный соус мы прогреваем. Коньячок на файл. Мы тоже прогреваем. Консистенция соуса должна быть медовой. Он должен быть вот такой вот, посмотрите. Медовый. Затем мы вылаживаем его в середину. И поливаем по краям. Также затем вылаживаем нашу подушечку из картофеля. Сверху опять вложим соус. Выкладываем соус. Таким образом, чтобы картофель слегка пропитался. Чуть маслечка. Также мы используем соус песто, как я уже говорил. Соус песто в основе идет на по большей мере декорацию и усиление вкуса. Некоторым гостям или те люди, которые очень любят изысканную кухню, они любят экспериментировать с соусами. Поэтому я бы советовал небольшие капли положить по краям соуса. Вытаскиваем нашу говядину Торнадо. Наша прожарка Medium Well, как я вам говорил. Розовый сок. Розовое мясо. В дальнейшем я вам это покажу. Медальончики вылаживаем на нашу подушечку из картофеля. Бекон выкладываем в сверху. Также у нас есть томат. Помните, я вам говорил о том, что мы его подрезаем для того, чтобы гость, потенциальный клиент, мог очистить его. Получается декоративное, посмотрите, элемент. Элемент декорации. Сверху мы, конечно же, поливаем соусом деммигляс. Прогреваем хорошо его. Для того, чтобы он не терял температуру. Вам покажется, что соус слегка свернулся. Это нормально, потому что при взаимодействии с коньяком соус деммигляс сворачивается. Образуется сверху масляная прослоечка, внутри соус. Это так нужно. Выкладываем сверху соус на говядину. Поливаем слегка мясом. И завершаем элемент. Это уже при подаче, перед гостями. Мы поливаем все это коньяком и подливаем. И поджигаем. Пожалуйста. Ваше блюдо говядина торнадо готово. И вот наше замечательное блюдо готово. Оно будет прекрасно смотреться на вашем праздничном столе новогоднюю ночь. Большое вам спасибо. До верности, где праздничный. Для приготовления говядины торнадо вам понадобится бонфиле 210 граммов, картофель 200 граммов, бекон, томат, коньяк. Соус песто включает базилик зеленый, соль, перец, кедровый орех, растительное масло. Соус для мяса – розмарин, паприка, чесночное масло, растительное масло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова